Здравствуйте! Вы смотрите программу «Простые вопросы». С вами Дина Мустаева. Сегодня гость в нашей студии, врач-психиатр-нарколог, директор Саранского филиала Некоммерческого фонда «Здоровая страна» Вадим Самылин. Вадим Георгиевич, здравствуйте! Здравствуйте! У нас тема сегодняшней нашей беседы будет касаться вашей непосредственной работы. Первый вопрос. К сожалению, статистика в этом году утопленников на водоемах республики, она плачевна. И уже переплюнула статистику прошлого года, за один месяц. Большая часть погибших – это люди в состоянии алкогольного опьянения. Насколько вообще сейчас ситуация в республике острая с людьми с алкогольной зависимостью? С алкогольной зависимостью ситуация достаточно напряженная, остается напряженной. Хотя по статистике имеется тенденция на некоторое снижение показателей по числу и расстройств алкогольной нозологии, скажем так, в том числе алкогольной психозы, который является основным критерием, знакомым, или основным критерием, который говорит о заболеваемости, алкоголизм, наркомании. Алкоголизм в данном случае среди населения. Так вот, в этом году он несколько ниже, но все-таки остается достаточно высоким. С большой ли охотой, скажем так, по доброй воле приходят люди сами, обращаются к вам за помощью, говоря, что хотят избавиться от алкогольной зависимости? К сожалению, само заболевание зависимостью, в частности алкогольной зависимостью, имеет в своем начале, имеет своим стержневым, скажем, симптомом, как симптом анозогнозии или симптом отрицания заболевания. Поэтому человек, который страдает зависимостью от алкоголя, очень часто не осознает того, что у него действительно большие проблемы в силу психологических особенностей и так называемое отрицание или самооправдание. Ему кажется, что у него в принципе все хорошо, у него не хуже, чем у соседа, или он знает много историй, когда состояние было гораздо хуже, и человек как-то выкарабкался. Поэтому очень часто человеку очень сложно адекватно понять себя, понять свое состояние и обратиться за помощью. В большинстве случаев родственники обращаются при, скажем так, социальном давлении своих родственников, свое окружение, начальству, либо когда уже состояние заходит за рамки контролируемого, сейчас говорю о алкогольных психозах, когда вызывают скорую помощь, и уже она доставляет человека к специализированному доктору, скажем. Либо у человека возникают какие-то осложнения, соматического плана, скажем, да, либо поджелудочная железа, либо желудок, сердце и так далее. То есть осложнение, которое приносит хроническая алкогольная интоксикация, и он уже поступает в общую соматическую сеть, и потом уже, возможно, перевод в наркологический стационар, либо к наркологу. Ваш фонд работает на территории республики не так давно. Каких успехов уже удалось достигнуть? Есть ли понимание общества работы вашего фонда? Понимание общества есть, да. У нас фонд занимается профилактикой социально значимых заболеваний, такие как алкоголизм, наркомания, гепатит, СПИД или ВИЧ, инфекция. Работаем мы уже в августе, будет два года, как на территории России, на территории Мордовии, и, в принципе, достигли достаточно больших успехов. Под эгидой нашего фонда открыт реабилитационный центр, называемый Вершина Саранск, в одном из районов нашей республики. В Дубенском районе у нас открыт реабилитационный центр, в котором находится сейчас более 30 человек. И есть уже, скажем так, радостные вести в виде выписанных пациентов, которые сейчас остаются в трезвости и настроены на ведение позитивного образа жизни без употребления психоактивных веществ. При, в принципе, без поддержки государства, наверное, да, и государства, и общества, мы, может быть, ни на йоту, ни на шаг не сдвинулись бы. И действительно, открытие самого центра является, скажем, таким большим достижением интегральной работы, как и политических структур, таких, например, как государственные собрания, общественная палата, силовых организаций ФСКН, которые ныне закрылся и реорганизовываются, эта структура, МВД, Министерство внутренних дел, здравоохранение, естественно, потому что наш центр находится на базе одной из лучших, наверное, больниц восстановительного лечения в поселке, и нам эти помещения на безвозмездной основе, опять же, государства дают. — Вообще работа с этой категорией людей зависимая, неважно от чего, от наркотиков, либо от алкоголя. Насколько это трудно, и насколько в нашем обществе готовы таким людям оказывать помощь после того, как они прошли курс лечения? Я имею в виду социализацию таких людей в обществе. — Ну, наверное, самое актуальное у нас в России, не только в Мордовии, в России остается вопрос ресоциализации лиц, страдающих с заболеванием. Все мы знаем, что есть определенные стигмы или определенные, скажем так, отношения к людям, которые столкнулись, или которые больны данной нозологией. Многие не берут на работу, многие думают, что это все-таки человек, если болен, то он болен до конца жизни, и его уже ничего не исправит, и, естественно, с опаской относятся к трудоустройству таких людей. Ну и плюс еще, все мы знаем, да, экономический кризис, когда происходит практически во всех организациях, происходит и сокращение штатов, и достаточно уже жесткий отбор на роль работников в той или иной сфере, поэтому человеку очень сложно как бы адаптироваться. Но наш фонд, он еще и хорош тем, что мы проводим достаточно плотную работу, потому что обе человека в плане ресоциализации еще дать работу, очень многие, ну, значительная часть сотрудников, которые работают в революционном центре, они все из числа тех людей, которые когда-то в жизни заблудились, или когда-то в жизни вели не совсем, скажем так, правильный или правильный образ жизни, и сейчас они уже начинают как бы вставать на другой путь, и видят смысл даже в том, что мало того, что они еще и зарабатывают денег, да, они еще и здесь помогают другим людям. То есть для них это очень важно, и, может быть, впервые в жизни у них возникает возможность быть полезным для этого общества и быть нужным. Проводят ли они какие-то лекции, выезжают ли они куда-то, рассказывают ли они о том, как у них этот период тяжелой жизни прошел, как с этим бороться? Ну, здесь такой вопрос достаточно сложный, да, если не сказать, что, или так можно выразиться, что двояки, потому что, опять же, рассказ, да, лекции, они ходят и рассказывают, но вопрос, кому рассказывают эти лекции, да, потому что большинством, я знаю, что у нас на территории Мордовии существует такая практика в некоторых центрах, что зависимого человека в качестве экспоната ставят перед детьми в школах, и он им начинает рассказывать свою грустную жизнь, как он когда-то употреблял наркотики, причем иногда даже доходит до того, что он даже рассказывает, где их брал, за какие деньги брал, и что у него было все очень и очень тяжело, и сейчас, посмотрите, он сидит в костюме, он приехал на хорошей машине, из него пахнет дорогим парфюмом, и в целом образ, да, перед детьми складывается позитивно, когда, да, наркоман, потому что большинство всех думает, что наркоман или алкоголик, это человек, который валяется под забором, как-то выглядит непотребно, а когда приезжает достаточно респектабельный молодой человек, у которого, ну, по нему, по крайней мере, видно, что у него все в жизни получилось, и вот этот путь, когда он проходил через вот это наркотическое болото, да, для него не то, что это как-то ему помешало в жизни, а наоборот, даже помогло, поэтому у ребенка все может складываться такое впечатление, что он может какое-то время поупотреблять, а потом станет как вот этот Василий или Николай, которые вы представили им, и у него в жизни все будет хорошо, поэтому лично я, как врач, наверное, как отец детей, да, я против такой практики. Не зря Вы всю беседу, все-таки акцент делаете на детях и подростках. Какова проблема в этой среде? Здесь, ну, к великому сожалению, идет уже такая катастрофическая, на мой взгляд, катастрофическая проблема, потому что, согласно последним статистикам, рост употребления среди молодежи детей и подростков идет уже в разы, и, к сожалению, увеличивается латентная группа наркопотребителей, потому что мы все прекрасно знаем, что сейчас, если ставится диагноз человек в наркомании или зависимость, то достаточно большие проблемы ожидают подростков в течение дальнейшей жизни. Поэтому родственники максимально пытаются спрятать сам факт потребления их ребенком какого-то вещества. К сожалению, это заканчивается, мы все знаем, да, вот эти вот последние случаи с суицидами, огромная проблема с авариями на дорогах, когда употребленный человек производит какие-то действия. Вот, родственники пытаются прятать, и, к сожалению, эта группа потребителей, она не входит в общий статистический, скажем, пласт или вот этот разрез. Поэтому мы их не видим, и в целом кажется, вроде бы все неплохо. Но еще также следует отметить тот факт, что большинство сейчас веществ, которые потребляет наркопотребитель, они, к сожалению, ну или не большинство, а часть из них, даже еще не внесены в реестр наркотических. Поэтому носит такой вот налет легальности, да, и часть подростков, которым предлагаются эти вещи, они чувствуют, и им это все преподносится как легальные вещи, за которые тебе, ну, никакого наказания за потребление, за продажу этих веществ, никакого тебе наказания не будет, в чем они очень сильно заблуждаются, да, потому что последние законы уже даже на первоначальных этапах эти вещества могут отнести как к потенциально опасным, соответственно, они приравнены к наркотическим веществам. Вот, и здесь происходит тот факт, что многие потребители, они сейчас находятся в обществе, они находятся в обществе без наблюдения наркологов, без наблюдения каких-то силовых структур и организаций, поэтому все больше и больше этот, ну, пласт или эти вещи проникают среди нашего общества, среди, опять же, самым незащищенного слоя населения, но наши дети. Есть у нас традиция, в конце программы каждый гость, смотря в камеру, обращается к зрителю, говорит самые важные слова. У вас тоже есть такая возможность? Спасибо за возможность. Мне очень хочется, чтобы мы хотя бы, ну, мы, наверное, как родители, да, мы как люди обращали внимание немножко, может быть, больше на себя и на своих детей, чтобы мы в этой суете, в этом беге куда-то за какими-то ценностями мы все больше и больше обращали внимание на тех, кто, ну, непосредственно, наверное, нуждается в нашем тепле, в нашей любви от нашей дети, может быть, наши родители. Поэтому давайте почаще немножечко смотреть все-таки на себя, на свою семью, понимать, что наша жизнь это самое ценное, что может быть у нас. Спасибо большое, Вадим Георгиевич, что были у нас в студии. Я пожелаю вам удачи в вашей борьбе за здоровую жизнь, здоровую страну. Пусть у вас все получится. Спасибо. Вы смотрели программу «Простые вопросы». С вами была Адина Мустаева. Мы совсем скоро увидимся с вами вновь. Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...